Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения» и я, ее ведущий Дмитрий Аграновский. Сегодня мы говорим об убийствах, взрывах, терактах и других методах решения политических проблем. Сегодня тема нашей передачи «Политическая провокация». Гости нашей студии. Фефилов Андрей Александрович, главный редактор телеканала «День» и Шевченко Максим Леонардович, журналист, член Совета по правам человека и межнациональным отношениям при президенте России. Андрей, если ты не против, первый вопрос к тебе. Убит Борис Немцов, убит непосредственной близости от Кремля. Что это было? Кому это нужно? Нет, я не могу ответить, что это было, поскольку версий огромное количество и все, если в них так вникнуть хорошенечко, они все противоподобные, справедливые, очень основательные. И надо сказать, что при современном информационном таком буме в них очень легко запутаться. Единственное, могу сказать, что это невыгодно действующей власти, прежде всего. Это для нее большая проблема, поскольку с этим убийством начался новый этап так называемой оранжевой революции, вот этих вот болотных процессов. Произошли некие изменения, вибрации, демонизация Путина на Западе возросла в разы, поднялась еще на пять ступеней. Эта картинка отраслится по всему миру, никто не разбирается на Западе, кто такой Немцов, чем он занимался. Говорится о том, что это был видный оппозиционер и так далее. Никто не говорит о том, что это уже отработанный материал политический, что это некая политическая ветошь, которую сожгли чья-то безжалостная рука, бросила в огонь. И в результате этого акта поднялся столб дыма страшного и такого язвящего глаза и очи. И этот дым затмил Кремль отчасти. И мы это облако видим до сих пор. И когда оно рассеется, не совсем понятно. Максим, можно по-разному относиться к Немцову, но человек это был очевидно яркий и версий может быть множество. Но вы уже озвучивали версию о украинском следе. Это один из вариантов. Есть два глобальных стратегических варианта. Заказчик внутри страны, заказчик вовне страны. Их можно спокойно рассматривать сейчас на фоне похороненного Бориса Ефимовича, когда уже можно давать оценки и ему лично, если три дня после его смерти все-таки мы как-то так над телом сдерживались, то теперь, конечно, можно сказать, на самом деле, что проблема Бориса Немцова была в том, что при всем при том, что лично это был невероятно обаятельный и в целом порядочный человек. И каждый, кто с ним лично общался, знает, что это был человек неподлый. Он никогда не выталкивал, условно говоря, старушек и из трамвая, чтобы занять место. Не подсиживал никого. Поэтому, кстати, его карьера и была такая. Золотой мальчик поднялся наверх, а потом постепенно скатывался вниз до каких-то брошюрок. Лужков итоги, Путин итоги, которые писались по какой-то компиляции в интернете, на самом деле, без серьезных социологических иных исследований. Но так или иначе, он из политики превратился в символ. Поэтому и жизнь его последних месяцев была символической, и смерть его символическая. И так заказчик внутри. Кому это может быть выгодно внутри? Но я не исключаю, что есть какая-то группа серьезная. Я не говорю, что это либералы, потому что либералы России – это ничтожество, по большому счету, которые не способны ни на какие резкие радикальные шаги. Но за ними стоят серьезные силы. Не за ними. Они тоже используются. Я считаю, что есть внутри России серьезные силы, и не исключаю, что это из так называемого силового лагеря могут быть, которые, допустим, считают, что Путина пора снимать. И тут можно использовать кого угодно – либералов, террористов. Мы помним в 90-е, как Березовский вел переговоры с Мавладио, Дугом, Шевелем, Басаевым. Но непонятно, при чем тут Немцов? Немцов перестал быть человеком. Немцов стал образом, публичной жертвой. Просто. Он стал символом. Этот символ символически принесен в жертву около символа Кремля, символизирующего мощь и могущество власти, его страшную такую тираническую сущность – Кремль, Красные звезды, Ночь, Мрак. Вот вы представьте себе, все иностранные корреспонденты дают интервью с этой точки. Мы стоим на точке, где главный критик Кремля, под стенами Кремля, был убит, скорее всего, Кремлем. И это смотрят бараны по всему западному миру. Сидят миллионы телезрителей, там Fox News, CNN, и видят только эту картинку. Вот мои друзья, живущие в Америке, в Европе, рассказывают, одна и та же картинка везде транслируется. Кремль, собор Василия Блаженного. И корреспондент говорит, на этом месте убит главный критик Путина. А вот здесь сидит Путин. Посмотрите, вот так вот туда пальцем показывают. А что вы все-таки вкладывали в украинскую версию? Тем более, что он был убит, когда гулял с украинской девушкой. Украинская версия, да. Вторая версия, помимо внутренней, это внешняя версия. Я, кстати, не считаю, что они могут быть сильно уже различаться, потому что Москва, Киев – это на самом связанные пространства. И олигархические группы, криминально олигархические группы, несмотря на то, что в медийном поле они как бы вроде как конфликтуют между собой, на самом деле вполне это единое экономическое пространство. И многие криминально олигархические группы, сидящие в России, и на фоне войны владеют активами в Украине, и используют войну для борьбы за эти активы в Киеве, в Невропетровске, в Донецке. Бизнес вполне транснациональный на постсоветском пространстве. Украинская версия, там есть сила, это национальный радикал, это настоящие революционеры, революционеры – национал-интегристы. Интегризм – это бандеровское, собственно говоря, бандеровско-фашистское учение. На самом деле это вот люди типа Яроши или Березы какого-нибудь, или батальона Азов. Поверьте, это настоящие бандеровцы. Кстати, про Березу говорят, что он был один из друзей вот этой девушки, с которой... Ну, это возможно, это серьезная версия, серьезные обвинения и серьезные подозрения. Она порождает, это надо доказывать. Мы не можем тут вестись за разными медийными утками. Но все равно с девушкой все обстоит очень фантастично. Честно говоря. Но мы еще к ней вернемся. Ну, кроме того, что она и сила, ничто другое не бросает на нее. Убивать Немцова, вот именно украинцам. В любом случае, куда ни кинем, внутри России, во вне России, Немцова убивали, потому что он ничего из себя не представляет, как системный политик. Он не заведовал деньгами. Он не был координирующей фигурой в политической оппозиции или в политическом действии. Он не был лидером, который сказал бы, там, за мной на баррикады. Ну, и пошла бы за ним Лея Хеджакова, там, условно говоря, там, с Навальным, например. Понимаете? Ну, это такими силами Кремль не возьмешь. Поэтому, чем меньше Немцов становился реально системным политиком, тем больше он становился фигурой символической. Что в общественном спектакле крайне опасно. Потому что реального системного политика, чтобы убить, это надо договариваться с разными группами. Ты думаешь, сейчас я вот завалю Немцова, например, если он системный политик. А как на это посмотрят там те, с кем он в доле? А как на это посмотрят те, кто его курирует? А символ? С символом все работают чисто символически. Бесполезно это описывать в рамках реальной политической ситуации. Смерть Бориса Ефимовича, ставшего символом, это шаг в глобальном спектакле, задачей которого имитация здесь как революции, так и контрреволюции, так и империи, так и антиимперии. Вот, Андрей, как раз вопрос в тему. Сразу зазвучали голоса, причем от разных политических сил, что это попытка дестабилизировать Россию. Насколько это в нынешней ситуации возможно? Мы видели фактически вот 1 марта смотр сил либеральной оппозиции. Да, это довольно серьезный был марш, но достаточно ли его, чтобы, например, взять власть, устроить государственный переворот, захватить власть, Майдан новый устроить? Вот я не согласен с Максимом, что это какие-то жалкие группы, какие-то ошметки, так сказать, прошлых эпох, вот этих либеральных, которые унеслись. Нет, это целые пласты, которые ориентируются на Запад, они подпитываются от, как это говорят, эгрегора западного, они подпитываются и от структур отдельных. И, естественно, для США, для Америки сегодня идея переворота в России, она является самой желанной, самой эффективной, самой менее затратной. Не будет же США начинать ядерную войну с риском свои города тоже превратить в пепел? Да, Максим, а вы что думаете как раз тема продолжения? Я считаю, что эти люди, которые являются либеральными, ну давайте их назовем по именам. Я считаю, из всех либералов самый серьезный и самый интеллектуально опасный человек – это Андрей Илларионов. Тексты Илларионова, они достаточно холодны, основательны, и Борис Евгеньевич покойный даже рядом не стоял, прямо скажем, с интеллектом Андрея Илларионова, его оценки. Но Илларионов, какой он лидер? Он просто такой, как говорится, вот, не знаю, там, интеллектуал. По-моему, он же и США. Возьмем Михаила Касьянова. Ну кто всерьез пойдет за этим барином? Он даже выступил на митинге, который был с Немцовом как барин, он никакой не лидер. А дальше кто еще из них? Шандерович? Нет, ну есть Алексей Навальный. Ну слушайте, ну какой Навальный? Ну что, давайте его возьмем. Медведев ходит в Сенагогу, веснает, весне дорога. Ну это сумасшедший дурак, будем откровенны. Если человек позволяет себе политик, претендующий на что-то, или это кукла, подготовленная спецслужбами, в чем я совершенно уверен на 90%, особенно после этих последних его постов в Фейсбуке Навального, понимаете? Это то, что я процитировал, это он написал в своем Фейсбуке Навальный. Понимаете? Поэтому это, как можно обсуждать всерьез Навального? Это или сумасшедший, или марионетка просто. Тем не менее, вот толпа, которую мы видели. Кто из них? Кто? Лия Ахиджакова, кто? Они все могут... Лидеры. Хорошо лидеры, но есть толпа, переполненная ненавистью. Серьезная группа, серьезная группа силовиков. Поверьте, либеральная оппозиция – это просто прикрытие. Это никто. У них нет ни силы, никакие западные гранты не способны их ничем напитать. Они не способны взять в руки оружие. Это не Украина, где боевыми организациями явились союз афганцев и правый сектор в какой-то момент, которые были связаны со спецслужбами. И, кстати, заметьте, Януковича свергали не Порошенко с Турчиновыми и Солаковыми, а Януковича свергал Сергей Левочкин, глава его администрации. И измена приходит не с улицы, которая бегает и кричит «Долой тирана!», а измена приходит из окружения лидера, из окружения президента. Мы видели, что его свергала не просто толпа, а подготовленные боевики, которые сейчас в Национальной гвардии, где-то в полиции. То есть явно был подготовленный ядро. Ну, а что значит подготовленные боевики? Тризуб, там было 120 человек, и Тризуб был под контролем Наливайченко, который одно время возглавлял СБУ, и тогда он их щедро финансировал. А потом это были просто такие лагеря. Они просто резко накачались молодежью, но основанием, вот фундаментом майданной уже силовой акции в последний момент были все-таки ветераны афганской войны. То есть есть ли опасность московского майдана, чтобы в это не входило? Никакой опасности московского майдана, если кто-то в окружении Путина этот майдан не задумает, такой опасности нет. Станислав Белковский, всем хорошо известный, сказал, он как-то радикализировался в последнее время, что в 91-м году нас было меньшинство, и мы победили. И сейчас нас меньшинство, и мы победим. Что он имел в виду? Вообще под этими словами что-то есть? 91-й год – это переворот элиты, а не улицы. Это не статисты, которые были около Делар Дома. Но что имеет виду Белковский, что сейчас нас меньшинство, но мы снова победим? Под этими словами что-то есть? Мы это кого-то имеем в виду? Никто, они не могут победить. Улицы победить не может. Побеждает только системный заговор во дворце на горе. Никаких манселотов. Почему он сейчас неразможен? Ведь резко мы испортили отношения с Западом. Элита 20 лет ориентировалась на Запад. Она недовольна. Это ежу понятно. Элита – это другое дело. Но элита по улицам не ходит. Я думаю, что и элита, и вот эта уличная оппозиция, так называемая, представляет собой одну систему. И все эти варианты с массовкой и так далее, они выстраиваются в единый какой-то план. В стране сталин экономический кризис. Это факт. Он связан со слабостью нашей экономики. Он связан со слабостью системы власти. Наша пресловутая вертикаль и наша твердая рука, которую везде, так сказать, поминают, и на Западе, и внутри, она является эфемерной. Это все не так. У нас слабая власть. У нас слабая ответственность чиновников. И грех не воспользоваться этим. И для этого готовы извне и внутри силы. Я секунду не верю, что Дворкович с Медведем способны провести переворот. Я считаю, что переворот проводят только люди в погонах. Серьезно, только спецслужбы. Я могу сказать, что за самыми отмороженными либералами могут стоять самые консервативные патриоты, на самом деле. Потому что те, кто вписан в эту систему, часть системы и производят переворот системы. Есть такой закон. Извне система не атакуется. Путинская система невероятно устойчива сама по себе. Созданная им вертикаль власти, основанная на человеческих, простых человеческих чувствах. Как бы желание жить, желание занимать все более почетное место. И желание, чтобы тебя называли вчера Иван, сегодня Иван Иванович, а завтра ваше превосходительство. Именно простые человеческие чувства являются основой этой системы. Если ты лоялен, ты получаешь. Если ты не лоялен, то тебя никто особо не преследует, но просто сам за себя тогда отвечаешь. Вот и все. Это все. Это люди получают сообщика. Ну что же, это стабильная система. Она работает. Поэтому ее конец может прийти только изнутри. Когда какая-то часть этой системы перестанет быть лояльна. Сейчас Геннадий Гудков говорит, что режим начал отстрел тех, кого он считает врагами народа. Есть под этим что-то? Ну, наверное, Гудков, который работал в КГБ, у него в голове это помлашивает. Геннадий, старший. Старший, простарший. Он говорит, что политический террор развязан. У него такой опыт жизни. Видимо, он занимался отстрелом в кого-то. Но если существуют какие-то методы работы с оппозиционерами сегодня, то, конечно же, они не связаны с отстрелом в основном. Это дефомация, это отодвигание куда-то, так сказать, задвигание, маргинализация. И, кстати говоря, я видел круглый стол какой-то Немцова с каким-то политологом, где этот политолог, я не помню, безымянный, назвал Немцова маргиналом. Что случилось с Борисом Ефимовичем, невозможно. Просто он взорвался. Он кричал, топал ногами. И вот эта маргинализация оппозиции, она почти состоялась. Их почти загнали в Марьину рощу, куда-то в Марьино. И они должны были пройтись через такой большой коридор среди высоких домов, через спальный квартал. Но каким-то образом это не случилось. Вот они снова просочились в центр. И они снова... Вели себя такую жертву, как говорится. Ну, понятно. Но если в этом есть какая-то логика, внутренняя, коспирологическая, то что это такое? Андрей, логика очень простая. Посмотри, западные СМИ прямо списком пишут. Эпоха политического террора. Возврат 1937 год. Возврат к сталинскому террору. Вот западные средства массовой информации. Что под этим есть? Есть под этим вообще что-то? Нет, в этом есть пропаганда. Потому что террор, или, вернее, так сказать, репрессий. Слово репрессий более правильно. 1937 года по-другому производился. Это были суды. Это были, так сказать... Это не был отстрел кого-то на улицах. Здесь уместно сравнение, мне показалось интересным, со смертью Михоэлса, который был в 1948 году. Он попал в автокатастрофу. И считается, что эту катастрофу подготовило МГБ. Поскольку Михоэлс тогда был модератором сионистского подполья в СССР. Он был опасен. Он был для власти неугоден. Потому что процесс над ним был бы обременитель. Ну, якобы. Существует версия. Она тоже достаточно, мне кажется, она достаточно конспирологична. Но, тем не менее, нельзя о ней не сказать, что Немцов являлся модератором финансовой помощи нашей либеральной оппозиции со стороны Запада. И, думаю, это не так. Ну, во всяком случае... А это домыслы абсолютно. Я думаю, ему никто не доверил бы никаких денег. И говорят... Нет, как раз это похоже на правду. И говорят, что бенефициары, они были недовольны тем, как Немцов расходовал эти средства. Этот выстрел, это напоминание всем тем, кто занят на западной гранте, здесь организации революции, мятежа и бунта, о том, что, ребята, расходуйте средства по назначению. И мы ждем от вас эффекта, а не... Вы недостаточные эффекты. Что Немцов мог организовать? Ну, каждый, кто знал Бориса Ефимовича лично, можно сказать, этот человек не способен был никаким формам организационной деятельности. Все, за что брался Немцов, все дезорганизовывалось. Речь вот о кошельке. Он, по большому счету, вот главная ошибка Сергея Удальцова, я считаю, порядочного и прекрасного человека, левых взглядов, настоящего, кстати, оппозиционера, который сидит в тюрьме. В отличие от Бориса Ефимовича, с которым Удальцов стоял рядом на знаменитом фонтане, понимаете? Который выходил сухим из воды всегда и везде. Почему? Потому что Немцов часть системы. Он никакой не оппозиционер. Немцов мог позвонить в любой кабинет на Старой площади. Вот вы представьте себе кабинет Сергея Борисовича Иванова. Секретарь же говорит, Сергей Борисович, вам звонит Борис Ефимович Немцов. Вот зуб даю, что Сергей Борисович снимал трубку и с ним разговаривал. Явно, что у Удальцова таких возможностей не было. Нет, конечно, потому что Немцов, часть он ими воспринимается как бывший вице-премьер и бывший член госсовета. Бывших не бывает. Это номенклатура. Немцов номенклатура, просто играющая свою роль. Максим, но знаете, я хотел бы вернуться все-таки к провокациям. Мы завели тему передачи провокаций. Не будем сейчас пока вспоминать 11 сентября. Крайне неудачная провокация, потому что уже сейчас, вот уже прошло несколько дней с момента смерти, и видно, что никаких ошеломляющих результатов этой смерти нет. Поэтому я не уверен, что какие системные силы продают. Нет, вам не кажется, что это все равно укладывается снайпера на Майдане, потом Боинг, потом Борис Немцов. Постоянно нужно что-то такое подбрасывать, чтобы показать нашу сторону, условно говоря, исчадия мада, империи зла. Нет, нет, нет. Это не то совершенно. Дело в том, что, еще раз говорю, вот моя версия была изначально, что это организовали украинские национал-радикалы, революционеры. Почему? Потому что с точки зрения любой системной силы смерть Немцова это бессмысленная жертва ладии, условно говоря. Самое главное-то. А с точки зрения национал-радикалов украинских? С точки зрения национал-радикалов революционер по-другому верит в мир. Неважно, правый революционер, левый революционер, подпольщик. Вот, условно говоря, революционер верит мир, состоящий из других конструкций. Для революционера само по себе вот убийство, условно говоря, такой фигуры, символической, как Немцов, это возможность там ввести систему в смятение, породить в ней хаос, породить противоречия. А на этом уровне политики вообще никогда ничего личного не бывает. Для любой системной силы, вот, допустим, вот Андрей говорит, американцы, там, Запад убил, мог убить Немцова, потому что там Немцов тратил деньги. Да ничего подобного. Немцова вызвали бы в американское посольство, сказали, Борис Федорович, денег мы вам больше не дадим, а будем теперь деньги давать, допустим, там, не знаю, Лея Хиржаковой, например. С ней можно иметь дело, а с вами нельзя. Это и есть самое серьезное. А потом вызвали Лея Хиржакова через полгода, а потом еще кого-то... Я еще раз говорю, со смертью, вот я просто вижу, что к смерти Немцова системные силы были не готовы. Прошла почти неделя. Это очень похоже. После его убийства ничего не произошло. Ни голодовок, ни демонстраций, ни резолюции в ПАСЕ, ни в резолюции нигде. Более того, реакция Вашингтона была шоковой на это убийство. Они не ожидали. И мгновенно сказали, что мы одобряем действия правительства России всецело взявшегося за расследование. Поэтому я считаю, что убийство Немцова было действием радикальной группы. Где эта радикальная группа находится? Она может находиться сегодня только в одном месте. Это Днепропетровск, Киев, Одесса. Места, где расквартированы реальные бандеровские национал-интегристские реальные группы системной серьезной силы. Андрей, вот я что хотел спросить. Продолжение темы. В последнем номере газеты «Завтра» на обложке Борис Немцов представлен в виде Боинга с головой Бориса Немцова. На мой взгляд, совершенно очевидная картинка. Что Вы в нее вкладываете? Это рисунок Геннадия Животова. Это его образ. Он говорит о том, что это гиперпровокация. Такая же, как уничтожение Боинга. Что это не случайность, что за этим стоит заговор. И в этом смысле говорить о том, что никакого заговора быть не может, я не говорю, что он есть. Мне кажется, это тоже легкомыслие. Поскольку наши геополитические противники это называются США. Допустим, он есть. Зачем сейчас он нужен и кому это выгодно? Кто нам постоянно перца подсыпает в жизнь? То есть США и Великобританию убили Немцова, что ли? Возможно. Я думаю, что те институты и те группы, которые на Западе в Великобритании, они с 15 века существуют, которые знают, как влезать во внутренние дела стран, как влезать во дворы, как влезать в интриги. Там существует целая инструкция огромная, там существует целая культура, которая нам недоступна. И они знают, как это делается. И вот здесь они проявили креатив. И сакральная жертва была принесена не в процессе оранжевой революции, а как бы до. То есть она является вынесенной вперед по времени. Но тем не менее, вот она есть. Но она может вызвать революцию. Но это неудачная сакральная жертва. Это сакральная жертва непродуманная. Это как если бы у вас была партия, которую вел Каспаров, но внезапно подошли бы вот допустим мы с вами и когда Каспаров отвернулся бы, быстро там переставили бы фигуры, сделали бы какие-то ходы. То есть это ход Немцова. Моя версия-то в чем? Ход Немцова это не ход в системной глобальной партии. Потому что последствия смерти Немцова на самом деле мизерны. Понимаете? Ну по телевизору показали, что Путин злой. И так западная аудитория знает, что Путин злой. Внутри России никто не может конвертировать смерть Немцова. Не одна сила. Вопрос в том, что этот демократ, этот, так сказать, сторонник демократии, он является палачом 93-го года. он душителем демократии в России. Если она и была, то она была тогда. И после этого какие выборы свободные? После 93-го года, после давить и стрелять их из пулеметов, у нас мало времени. Согласен. С этим я согласен написал. Вопрос в другом. Давайте я мысную скажу. Вот болотная площадь, болотная революция. Тогда власть зашаталась. И я это видел. Ну, скажем так, задрожало. Я думаю, что слово задрожало здесь неуместно. Я помню, как эти слабые структуры, они начали вибрировать. И готовы были посыпаться кирпичики. А почему, Андрей, это было? Потому что за болотной стоял Медведев и Сурков. Потому что Кремль организовал тогдашний Медведевский Кремль и организовал болотную. Только поэтому сама власть, которая организовала, сымитировала то, что она задрожала. Те силы, которые ринулись в этот болотный коридор, те силы, они пошли ва-банк. Они как бы свои карьеры, свои потенциалы, включая, может быть, даже уличных сумасшедших, которые тоже хотели победить. Которые шли туда как на последний решительный бой. И они туда бросились. И получился такой вот фальстарт. И они отползли обратно, потеряв очень много. Они потеряли очень много. Они на пять ступеней упали. И сейчас они знают, что если они снова рыпнутся и снова их загасит, то они упадут вообще ниже плинтуса. До нуля. И для них вот этот рывок он мучителен. Для них это решение очень больное. Для тех структур, которые составляли Болотную и в Кремле, и под Кремлем, и на улице. Сейчас те внешние группы, которые заинтересованы в деструкции России, они понимают, что времени нет. Они толкают нашу либеральную оппозицию, которую можно перечислить по именам, а у которых может быть и нет имен даже, поскольку это медийные фигуры, это формальные лидеры. Потому что на самом деле эти лидеры, они вовне. Эта структура управляется извне. И я думаю, что сейчас внешняя сила, она гонит вперед вот этих вот Навальных, Собчаков и Дворковичей, и говорит, быстрее и быстрее, времени нет, а те медлят, понимают, что у них не хватает сил. И убийство Немцова должно сподвигнуть эту часть инертную к движению. Смерть Немцова сегодня невыгодна ни одной из системных сил. Описываю еще раз ситуацию. После Минска Путин договорился с Европой. Меркель и Оланд не то, что друзья, но стали вернулись к статусу партнеров Путина. С Европой все хорошо. Поверьте, газовые контракты новые в обход Украины ведутся активные переговоры и заключаются. Турецкий ли коридор, Южный ли коридор, Северный коридор. Завтра с Европой прекратится конфликт. Вот завтра эти санкции не так существенны, как кажутся. Дальше, США. США сейчас не до России. У них выборы на носу. У них назревает конкуренция между Хилари и Джебом Бушем. Хилари Клинтон и Джебом Бушем. Это серьезнейшая схватка внутри США. На этом фоне Россия несущественный объект. Поэтому все, что происходит внутри России это действия сил, которые базируются на России. Кто стоит за либералами? Я считаю, что за либералами стоят системная консервативная сила, которая недовольна Путиным, которая считает Путина либералом как раз, которая считает Путина соглашателем с Западом. Я стою. Но сейчас очевидно происходит нечто, я считаю мирное соглашение Путина с Европой, что ту силу, которая втягивала долго Путина в большую конфронтацию с целью его дискредитации. Это совсем не либералы, я считаю, во власти, а глубоко консервативные так называемые элиты. Смерть Немцова это просто спорадическая хаотическая реакция, если мы рассматриваем системный конфликт. Это неподготовленное убийство, которое является проявлением истерического малопродуманного плана. В этом его слабость, потому что за смертью Немцова ничего серьезного последовать не может. Запад знает, что это убил не Путин. Не важно, что там говорят СМИ. Серьезные политики Запада знают, что Путин не имеет никакого отношения. Более того, это только укрепит позиции Путина. Могу вам сказать смерть Немцова. Потому что Запад, Западная Европа видит Путина как единственного партнера, с которым можно иметь дело. Логика она такова, по всей видимости, что Эрдогана в Турции будут валить летом американцы, а Путина будут пытаться свалить осенью, когда плоды кризиса, которые реально достает население, потому что конечно все легло на плечи населения, и это такова логика, к сожалению. Но рейтинг даже еще чуть-чуть подрос. Дело не в этом. Дело в том, что существуют модели, в том числе и медийные, в том числе и связанные с саботажем, когда помним в 91-м году Москва оказалась без продовольствия. Эти пустые полки, которые до сих пор нам тыкают в лицо, которые потом эти запасы огромные продовольствия распродавались годами в 90-е годы, уже когда они перешли в частные руки, потому что в Москву не пускали эшелоны с продовольствием. Это все было организовано. И я далек от мысли, что нет таких сил, которые не способны или не хотят организовать это еще раз в этот конкретный политический, исторический момент. Другое дело, что существует, конечно, широта жизни и метафизика жизни. Может быть, убийство Немцова связано с его личной жизнью. Это тоже возможно. Потому что я не следователь, я могу рассуждать как конспиролог. Я не исключаю тех версий, которые я сейчас произнес. Украинская версия, чисто украинская, националистическая или наша, силовая, мне кажется, наименее вероятная. Наиболее вероятно я произнес, но в жизни бывает все абсолютно непредсказуемо. Немножко абстрагируемся от Немцова, вообще абстрагируемся от Немцова. Вот мы видели на марше большую достаточно толпу, кипящую просто ненавистью, кипящую ненавистью, от нее исходит ненависть. С другой стороны, есть большой сегмент в обществе, который не любит вот этих либералов. Насколько, как тебе кажется, вероятно, в перспективе какие-то реальные между ними столкновения, ну, не говоря уж о гражданской войне. Я думаю, что сейчас, когда по Первому каналу и по Второму каналу государственному, вместо того, чтобы сдержанно реагировать на случившееся, вдруг полилась какая-то густая патока на гроб Немцова. Немцов предстал в виде самого величайшего политика всех времен и народов. Этот политический авантюрист проходной, он был представлен чуть ли не новым Ганди, который на своих плечах нес ввоз всей российской действительности, всего страдания народного. Когда это все нам кинули с Первого и Второго канала, когда отпустили... И с НТВ тоже, мы не забываем. И с НТВ. И с НТВ. И когда отпустили девочку, которая была с Немцовым в этот момент на Украину, хотя она могла быть убийцей, мы не можем этого исключать. Ну, скажем так, она могла быть подозреваемой, причастной. Она просто могла быть убийцей, она держала в сумочке пистолет, выстрелила, бросила в Москварику. Это реально, это возможно. Ее отпускают, когда отпускают человека, который прибыл на похороны Немцова и он подозревается в качестве одного из организаторов массового убийства в Одессе, в Доме профсоюзов. Что это такое? Если власть начинает таким образом деформироваться и трансформироваться, то неизбежно появится патриотическая группа или группы, которые пойдут, войдут в жесткий клич вот уже с этой реальностью, новой, когда власть начинает вот так вот прогибаться перед 90-ми. И этот момент он для меня очевиден тоже совершенно, поскольку вот в этой ситуации такой растерянности власти и общественные силы, они довольно мощные, которые не хотят снова отдавать в России власть либералам. И в одном смысле, конечно, то, о чем ты сейчас сказал, то есть возможность вот этой вот гражданского противостояния, она эта возможность очень реальна. Максим? Ну, здесь как раз именно адрес сам подтверждает мою мысль. Дело в том, что эта власть, она совершенно не протестает в 90-м. Она произошла из 90-х, и современная консервативная, патриотическая, государственческая, имперская, двуглавая, венциносная, византийская и так далее, читайте, Шевкунова, власть, это не что иное, как, условно говоря, либералы, которые все-таки сумели похоронить царскую семью. Власть либеральна, власть хочет быть частью мировой системы, власть не мыслит себя антитезой мировой системы, поэтому смерть Немцова и реакция Запада, сдержанная, дает как раз именно этой части власти возможность сказать, да, да, мы не такие, мы хотим быть с вами, с Европой, мы хотим быть в тему, Максим, вы прям мою мысль опередили, можно ли теперь ждать, можно ли теперь ждать от властей, от Путина какого-то смягчения антизападной позиции в отношении Новороссии, в отношении Донецка, Уганска. Я всегда знал, что предательство Донецкой революции будет за счет сговора Москвы с Киевом. Порошенко вам что сказал про Немцова? Немцов был последним мостиком между Киевом и Москвой. Слушайте то, что говорит враг. Мостиком между Киевом и Москвой, но не последним. Второй мостик это Зурабов, может Зурабов это просто и не мостик, а целая дверь открытая между Киевом и Москвой. Дело в том, что если вы воспринимаете Донбасс как часть московской постановки, тогда да, тогда Донбасс обречен. Его сдадут, перебьют лидеров и вернут под Киев. Если Донбасс, а я верю в это, я на это работал, я в это вложил свое сердце, после Дебальцева, после всего остального эмансипировался и Донбасс стал самостоятельной революционной силой, которая выдвигает идеалы социальной антиолигархической революции на первое место. Что совершенно не вызывает восторга в российской власти. А у меня вызывает восторг и вызывает огромные надежды. Тогда Донбасс не зависит от позиции переговоров Москвы с Меркель или еще с кем-то. Ну, а как вы считаете, тем не менее? Я считаю, что Москва не сдаст Донбасс в любом случае. Если Путин сдаст Донбасс, это его будет означать его политическую смерть. Донбасс сегодня и играет ту же роль для Путина, как стратегические ракеты шахтного базирования. Если вот сдать Донбасс, это то же самое, что вот просто так как бы согласиться с тем, что давайте все ракеты ядерные просто порежем на куски и уберем их из шахта. Донбасс это нож, который воткнут сегодня в печень Запада. Его нельзя убирать оттуда ни в коем случае. Даже будучи иных классовых позиций с Донбассом, Москва все равно это прекрасно понимает и никогда его не уберет, этот нож. Убийство произошло в двух шагах от Кремля. Я слышал и от политологов и от простых людей, что это просто таки напросто угроза Путину. Вот, Владимир Владимирович, это вам черная метка и мы сделали это здесь демонстративно, можем сделать это фактически с кем угодно. Вот что вы думаете об этом? Никакие системные силы такую метку Путину не посылают. Немцов, убийство Немцова при всем уважении к памяти покойного это убийство клоуна на арене цирка, понимаете, по большому счету. Которые непонятно как можно реализовать. Можно обвинить конечно директора цирка в смерти клоуна, можно обвинить зрителей сидящих, можно сказать, что среди зрителей сидели масоны, которые ненавидят клоунов. Но я просто не понимаю как можно конвертировать реально смерть Немцова в политическую ситуацию, кроме вот давайте список Смерть клоуна это конец цирка, Макс. Да, это не надо. Смерть клоуна это просто перевод представления в иную плоскость, но представление продолжается. Но это уже не цирк. Есть вот список как можно последствий, что может последовать из-за смерти Немцова. Предположим, первая версия. Последует консолидация рядов либеральной оппозиции и оранжевый реваж. Это абсурдная версия. Но отчасти же это есть. Ну какой оранжевый реваж? Я был на этом похоронном митинге. Это примерно 70 тысяч человек совершенно разных взглядов, между прочим, которые никак не объединены. Флаги там были российские с черными ленточками. Где-то какие-то мелкие украинские флажки и три или четыре флага черно-желто-белых. Это рядом не стоит с тем, что было на Болотной в декабре 11-го, в январе 12-го. Поверьте, это просто вообще, это просто собрание людей. Это никакая не оппозиция, то, что было. Выступил один Касьянов. Касьянов не лидер. Все. Они не существуют как сила политическая. Второй момент. Это сильно дискретирует Путина в глазах Запада. Это никак не дискретирует Путина в глазах реальных политических элит. А в глазах обывателя Путин и так является символом зла. Ну, Немцовым больше, Немцовым меньше. Для сидящего в Аризоне человека, смотрящего Fox News, которому рассказывают, как тиран убил оппозиционера, это ничего не добавляет. Но, допустим, мы предположим, что это убийство было сделано для того, чтобы оправдать поставки оружия в Украину. Это, кстати, реальная версия. И ее я отношу вот направо в колонку реальной версии. Допустим, ссылаясь на это, можно... Ну, дело в том, что общественное мнение о Америке и так было не против поставков джевелинов или крылатых, там, не знаю, этих беспилотников в Украину. Не надо для этого было убивать ничего. Ну, еще есть Европа, консолидированная позиция НАТО. Вот. Европа, консолидированная позиция НАТО. Допустим, НАТО против поставок оружия в Украину. Допустим, смерть Немцова заставляет Меркель и Оланда изменить свою позицию по отношению к поставкам американского вооружения. Это я не исключаю, но мы видим, вот уже прошло несколько дней, их позиция не изменилась. И никто из них не обвиняет Путина в том, что он убил Немцова в Европе. Ни Оланд, ни Меркель. Наоборот, они говорят, что мы, типа, довольны, как вот российская власть прореагировала, что вот сразу Штайнмайер заявил, что хорошо, что сразу в ночь убийства заявление российского правительства. Поэтому дальше внутри. Вообще, как ни странно, действительно ничего резкого не произошло. Вообще ничего не произошло и не произойдет. Очень важные вещи. Потому что смерть Немцова, еще раз, она происходила от той силы, которая не видит всей полноты картины, которая руководствуется своим представлением сектантским, сектантским представлением, то есть выдуманным о реальности. И в этой сектантской реальности религиозной смерть Немцова это глобальное событие на фоне Кремля. Но это не так. Но все-таки, Андрей, была ли это черной меткой Путину Барак Обаму? Он сказал, что убийство Немцова свидетельствует о том, что в России сворачиваются свободы и существует климат давления власти на общество. А был климат любви. Все упали. Да, был климат любви. Это значит, что поворот, тот поворот, который произошел, идеологический поворот, который несет совершенно новые смыслы, который открывает новые веяния, который, конечно, со времен Новороссии стал еще более ясным. Он многим кажется чудовищным и опасным. И с смертью Немцова мы можем наблюдать и уже наблюдаем некую ревизию того идеологического политического курса, который Путин проводил последние несколько лет. Эту ревизию можно наблюдать? Потому что мы видим, что вместо Георгиевских лент нам предлагают снова трехцветные знамена 1991 года. Мы видим снова апологию Немцовщины, апологию 90-х годов. Поверьте, что правящая элита современная, несмотря на то, что она может работать с консервативными политтехнологами, с Бородаем, с Андреем Фефелом, с Прохановым, с Максимом Шевченко, она хочет быть частью мирового порядка. А мировой порядок основывается на легализации оборота капитала и принадлежности этого капитала определенным группам элит. Не вообще, вот если ты входишь в эту группу элит, это и есть главная мечта московской власти. Ты можешь быть консерватором, ты можешь, как мэр и Рейк Явика, ходить в женской одежде. Главное быть частью истеблишмента золотого миллиарда. Это их главная мечта. Поэтому эта мечта является самой существенной. Она может быть с брендом империи, монархизма и евразийства. А может быть с брендом либерального современного общества, твиттера, медведевского айпада. Но главная мечта методик ее сформулировал. Мы должны стать пятой экономикой мира. Все. Нет тут никакой геополитики, Андрей. Россия выламывается из нового мирового порядка и это создает ситуацию глобального конфликта. Куда она выламывается? Нет. Куда она выламывается? В какой новый? Она пытается стать частью этого порядка, а она выламывается куда? Да, допустим выламывается. Но может быть, это все-таки вернемся к черной метке, такой месседж Путину, что надо возвращаться обратно, надо возвращаться как раз к трансляциональному капиталу. Путину не первую дохлую крысу подбрасывают под дверь. И в этом смысле здесь ничего уникального нет. Я прогнозирую, что в данном случае это послание ничего не изменит. Поскольку существуют объективные некие обстоятельства, которые двигают и Путина тоже. Потому что у него нету обратного хода. У него нету такого маневра. Поэтому я совершенно уверен. Другое дело, что огромная часть эстеблишмента, о чем говорил Макс, и массовки московской, которая не является просто массовкой. Это люди, которые сидят в корпорациях, которые сидят в медиа, которые обладают определенными ресурсами и связями. Они, конечно, хотят либерального реманша. Хотят действительно включить Россию снова в этот западный контекст. Это маски, придуманные Бородаями, Ефимами Островскими, Глебами Павловскими, Маратами Гельманами, Владиславами Сурковыми. Эта элита не либеральна и не консервативна. Эта элита, как Якунин, который символ консерватизма, но сын которого живет в Лондоне. Вы поймите, их главная идея, они не верят ни в какие идеи вообще. Дорогие друзья, время нашей программы, к сожалению, подходит к концу, поэтому познакомимся с результатами голосования, проведенным на нашем сайте. Что стоит за участившимися политическими убийствами, терактами и другими провокациями в разных регионах планеты? Борьба местных кланов за деньги и влияние 8%, усиление террористического интернационала 2%, стратегическое ослабление России и других противовесов американскому доминированию, за что, кстати, я проголосовал, 18%, и социально-экономическая система, навязанная мировой олигархией 72%. Андрей, как могу прокомментировать? Мой знакомый считает, что, я не имею, сейчас Макса Шевченко, что после перестройки в России все было спектаклем. И вот этих первых лиц... Да и перестройка была спектаклем. И перестройка была грандиозным. Ну, по идее, все спектаклем. И всех этих первых лиц, олигархов, министров, реформаторов, играли просто провинциальные актеры, которых хорошо никто не... Мусинский режиссер провинциального театра. Да, и Мусинский режиссер. И, кстати, Сергей Иванович Кургинян. И эти люди, которые играли свои роли, то реформаторов, то либералов, то патриотов, они, в конце концов, начинали уставать от этих массов бесконечно. И они, один за другим, стали проситься на пенсию. И вот попросился на пенсию актер, игравший Березовского. Его отпустили с миром. Снова городок Мышкин, где у него садик и домик. Может быть, попросился на пенсию и актер, игравший Немцова. Так что, на этот вопрос мне сложно ответить. Поскольку есть, например, такой взгляд на вещи. Потому что, все, что было перечислено, оно имеет место быть. То есть, мир, он многообразен и сложен. Максим. Ну, как ни странно, еще раз почему, смерть Бориса Ефимовича Немцова не привела и не приведет к тем серьезным последствиям, которые можно прогнозировать. Казалось бы, такое страшное событие. Еще раз говорю, я вижу очевидно, что после Минской встречи Путина, Аланда, Меркель и Порошенко ситуация резко изменилась. Позиция Европы изменилась. Никто не поминает Боинг. Никто не поминает ничего такого. Все идет, как говорится, по некой такой накатанной вещи. Путин и, условно говоря, путинская Россия сумела преодолеть тяжелейший кризис, по большому счету, и вернуться в консенсусную такую политику с, по крайней мере, с европейскими элитами. Думаю, и часть американцев это тоже поддержит серьезно. И опять мы слышим, звучит Европа от Лесобода до Владивостока и все вот это все. Поэтому я считаю, что смерть немцова это акт, произведенный некой группой, которая не в теме глобальной ситуации, но которая, инстинктивно чувствуя эту ситуацию как угрозу для себя, как восстановление стабильности, хотела бы эту стабильность сорвать. Но так действуют любые террористы, красные ли бригады, РАФ или какие-нибудь черные бригады там в Италии. Все они действовали символически, пытаясь сорвать, как им кажется, большой ход истории. И у всех у них это не получалось. Поэтому я считаю, что убийство немцова это акт террористической группы, которая движена сектантскими политическими взглядами, но которая при этом, как ей кажется, вот хотела породить дестабилизацию. Но на самом деле, поверьте, смерть немцова приведет только к дополнительной консолидации путинской Москвы с Европой по крайней мере точно. Андрей, но последний вопрос, потому что время нашей программы к концу все-таки подошло. Тем не менее, откуда сейчас исходят главные угрозы для России и стоит ли нам ждать в ближайшей перспективе каких-то еще провокаций? Как главная угроза для России исходит из плохой организации нашей жизни. Это первая... Из России. Да, из России главная угроза, потому что наше государство, наше общество, оно плохо организовано, оно выстроено неправильно, а оно должно быть по-другому выстроено. То есть, сама модель, она очень неустойчива, скверная и, так сказать, ущербная. А с другой стороны, вторая угроза, мощная сила, которая сейчас, она занята тем, чтобы нас превратить в порошок, это Запад, обладающий колоссальными организационными, финансовыми, военными ресурсами и интеллектуальными ресурсами, которые вот на нашу такую немножко сермяжную такую модель, не очень-то интеллектуальную, не очень-то и, так сказать, богатую, наезжает и создает разные интересные казусы внутри нашего... Ну, то есть, стоит ли нам ждать каких-либо новых провокаций? Ну, конечно, конечно, стоит, и я считаю, что к этому надо готовиться, готовиться лично к каждому, тем, кто считает себя патриотом, и не надо там ждать от Путина каких-то суперпланов и каких-то суперрешений, моделей, надо думать, как ты сам в час их в определенный момент сможешь повлиять на судьбу страны. Нет никакого Запада, который противостоял бы России. Есть часть элит внутри России, которая является частью Запада, просто разные... Так или иначе, стоит ли нам ждать каких-то печальных событий? в спектакле можно ждать чего угодно. Можно ждать, тем более, если появились террористические группы, которые действуют столь нагло, нахально, которые действуют уже не с позиции этнического сепаратизма, как чеченские, или с позиции исламского какого-то фундаментализма, а вот я считаю, что убийство Немцова это появление групп, еще раз, подобным там группе Бадер Майнхофт, Аксион Директ или Красной Бригады, то есть бадрияровские террористические организации, действующие символически, в символическом пространстве общества спектакля. Россия стала частью Европы, поздравляю. Поэтому, конечно, стоит встать кого угодно, меня могут убить, вас могут убить, только для того, чтобы, как им кажется, посеять страх. На этой оптимистической ноте мы завершим нашу действительно очень интересную и живую беседу. Я думаю, в чем согласятся со мной все, это в том, что мы живем в интересное время. А с вами была программа «Точка зрения», я ее ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова